Да, друзья, мы пришли на этот рынок, можно сказать, крытый, да, вот в этот большой, огромный магазин, где все продается по скидкам. Да, вы просили, мы пришли. Смотрите, здесь продаются... О, тише, тише, тише. Здесь продаются каштаны. Вот такие они огромные. И они безумно вкусные. Их можно жарить, их можно варить. Это такой вот полезный и очень вкусный продукт. Так, все, заходим, друзья. Так, банана. Банана, кокоса, ананасы. Сколько стоит? Кольмара. А, так, вот здесь, наверное, где-то должно быть написано 2,980. Это примерно 2 доллара 60 центов стоит банана. Я буду говорить все в долларах, друзья, потому что курс рубля меняется, и смысл переводить все цены в рубли нету. Это инжир. В Корее инжир, он очень сладкий, приторный прям такой. И очень вкусный. Также вот так в коробках продаются помидоры, но такие помидоры корейцы не очень едят, не очень любят. Лук не надо? Лук надо? Что изюмчик? Обратите внимание, здесь пол, прям какой-то асфальт. Ну, короче, рынок. Рынок просто вот открыто, такое ангарное помещение. Так, здесь у нас кабачки. Кабачки. Сколько стоят кабачки? Одна штука, 750 копеек. Это где-то... Семь лету сюда. Да, 60 центов где-то. 60 центов. Довольно дорого, но обратите внимание, как в Корее все продается. Это же вот прям, я не знаю, эстетика сплошная. Вот такая вот связка лука. 6-7 килограмм. Стоит где-то 5,5, чуть меньше 5,5 долларов и 30 центов. Где-то вот такая связка лука стоит здесь. Да, они есть разных размеров. Вот такие, вот такие, вот такие большие упаковки. Лук это то, что у нас очень быстро уходит. Мы все очень любим лук. Кстати, да, корейский лук, он очень сладкий. В отличие от российского, он совсем не горький. И он прям как яблоко, он сладкий. Так, вот такая огромная капуста. Да, друзья, вот одна такая редька огромная. Не знаю, как она по-русски называется. Смотрите, раз, два. Ну, это еще маленькая, да? Есть вот такая прям огромная. Она стоит где-то 80 центов. Ну, в общем, все меньше доллара стоит это. Вот такой вилок капусты огромный стоит 3,5, то есть это где-то 3 доллара и 10 центов. В общем, 3 доллара стоит вот такой огромный вилок капусты. Капуста у нас тоже идет очень хорошо. Да, и вот такие маленькие, маленькие такие тыковки, очень популярные в Корее. Дети очень любят их. Всякие разные тыковки. Очень дорого стоит. О, вы руки писал? Сейчас видно не сезон. Сейчас видно не сезон, она стоит доллар и 10 центов примерно. Вот, видно не сезон, поэтому так дорого. Обычно это такой продукт, который... Вот это колораби, очень популярная сейчас в Корее. Пошлить еще овощи посмотрим. Тут грибы идут. Вот такой вот пакет грибов. Я не знаю, что это за грибы, простите меня, но вот такой пакет грибов стоит 990. Вон, это примерно 60 центов. Тут всякие грибы есть. Так, вот здесь продаются эти тыковки коробками целыми. Они фасор. Это вот такие какие-то мелкие грибы. Что это за грибочки такие? Вот такой мешок стоит доллар. Так, здесь у нас очень много всякого тофу. Тофу в Корее очень дешевый. Вместо мяса корейцы предпочитают есть тофу. Оно используется абсолютно везде. Как вы знаете, это органический белок неживотного происхождения. И он очень полезен для здоровья. И он стоит чуть меньше доллара. Вот такая упаковка тофу. Да, ну проростки сои, они тоже очень в Корее используются абсолютно практически везде. И очень большой тоже выбор. Вот такой мешок проростков сои стоит меньше двух долларов. Тут всякие пасты, тунь-чан, вот это самое популярное, да, из ферментированных бобов. И всякие уже готовые такие соусы к всяким супам, корейским супам всевозможным. И это очень удобно. Вы покупаете просто вот такую приправу, вы покупаете свежие овощи и суп у вас готов. Также можно на вес купить вот эти проростки и тофу. Очень много разновидностей. Я хожу тут как такой корреспондент. Сейчас меня отсюда выгонят. Вот тут всякие корни. Корейцы очень часто в готовке используют всевозможные корни. Вот это корень лотоса, друзья. Вот так он выглядит. Это корень лотоса. Морковка стоит сейчас довольно дорого. 100 грамм стоит почти полдоллара. Где-то 30 центов 100 грамм. То есть килограмм морковки будет стоить 3 доллара где-то. В Корее очень сильно варьируется от того сезон, не сезон, урожай, не урожай. Поэтому цены могут кардинально различаться в зависимости от этого. Вот здесь у нас батат. Вместо картошки корейцы едят батат. Он намного полезней. Ну и вообще у него... Че? У него по свойствам он вообще мало чем схож с картошкой. Больше брать. Еще. Дети обожают его. Батат, как вы знаете, это сладкая картошка. Она очень полезна для пищеварительного тракта. Если у вас, например, какие-то запоры. В общем, это диетический такой продукт. Сплошная клетчатка. Очень много витаминов всевозможных. Хватит! Оба срете. Взвешивай, иди, давай. Вот так вылезет уборка. Все как на рынке. Давай, иди взвешивай. А, грамм где? Батат бывает разный. Это вот мы взяли такую разновидность. Бывает еще вот такой красный. Он всякий разный. Но вот который мы взяли, он самый вкусный. О, это называется тыквенный. Тыквенный батат. И он самый сладкий. И он желтого такого насыщенного цвета внутри. Так, вот так все взвешивают. Вот эти вот овощи. Не знаю, как они по-русски называются. Шпинат это или что? Но стоит доллар где-то и 20 центов. Вот такая большая упаковка. Все? Давай. Гучоно. А? Гучоно. О, и санэ. Он очень много. Очень дорогой здесь батат. Зря взяли, ну ладно. И чиндал. Девять, почти девять долларов за такой мешок. Обычно можно коробку взять за шесть. Ну ладно. Значит, сейчас такая его рыночная цена. Вот. Во фрукты не сходили? Кваиль. Не знаю. Кваиль, и чё? Здесь всякие колбасы, сосиски. То, что мы никогда не покупаем. Вот такой вот вяленый, который я на завтрак ем. Батат он стоит очень дорого. Поэтому лучше взять вот такой и насушить. У меня дома есть сушилка. Да, надо вернуться к фруктам и заснять, сколько стоят фрукты. Иди уже, Норой. Да куда ж ты рулишь-то? Так, огурцы за пять штук. За пять штук вот таких огурцов просят доллар где-то и 60 центов или полтора доллара где-то так за пять штук. Это довольно дешево по корейским меркам, опять же. Так, вот здесь у нас яблоки. Яблоки в Корее, как вы знаете, очень дорогие. Но они здесь такие прям, знаете, такие вот прям... Яблоки шикарные. Здесь нет каких-то червивых, каких-то грязных, каких-то гнилых. Яблоки все отборные. Да, и очень такие крутые яблочки за девять штук, девять долларов почти. Ну, восемь там у вас с чем-то. Прикиньте, почти, почти доллар, как я и говорила, почти доллар стоит одно яблоко. И в Корее сейчас сезон мандаринов. Мандарины здесь вот по сто грамм продаются. Но у нас муж ящиками их берет. Корейцы мандарины едят просто ящиками. А вот здесь, смотри, это... Это финики. Это такие азиатские финики. Их можно есть прям как яблоки, когда они вот такие невысушенные, а когда они свежие. Они очень сладкие и очень вкусные. И их едят как фрукты просто. И они стоят... Вот такая упаковка опять с небольшим долларом. Так, вот здесь хурма, знаменитая корейская, сейчас сезон хурмы. Она здесь огромная. Она растет сейчас повсюду. Она невероятно вкусная, сладкая, аппетитная хурма. И сколько стоит она? Что-то она какая-то недешевая. Тоже примерно по доллару за штуку, вот за такую... За вот такую хурму. Так же продается здесь коробками все тоже. Коробки. Груши коробками, хурма коробками, яблоки. Все это коробками продается. Анжина, киви могут, киви? Киви. Киви стоит одна вот такая коробка, 8 долларов. Это золотые киви, они желтые внутри, они очень-очень сладкие. И дети их обожают. Будешь киви? Угу. А, да? Так, здесь виноград. Вот это вот зарубежный виноград, американский, стоит 5 долларов. Около 5 долларов за вот такую вот коробку. Я не знаю, сколько здесь в килограмме. Ну, у них, видите, у корейцев как-то упаковками, в основном, не килограммами. Либо 100 граммами, либо упаковками. Так же вот здесь дыни есть, дыни корейские. Одна коробка стоит 25 долларов, где-то 26. Может быть, 25. Короче, я думаю, это все еще потом переведу, потому что у меня сейчас ченчинек все. Друзья, вот такие штуки растут у нас во дворе. Я не знаю, что это такое. Это что-то, 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 что-то. Короче, я дома переведу это в словаре Могуа, как это переводится. Так же вот арбузы до сих пор продают, но уже не сезон, не сезон. Сезон закончился, и поэтому цены какие-то сумасшедшие. Один арбуз стоит 22 доллара. Так, киви купили уже, еще и мандарины дома есть. Манго! 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 Короче, эти дурочки выпросили манго. Манго стоит 3 вот такие огромные штуки, огромные, стоят 10 долларов. А вот я где-то могу. Так же вот всякая брокколи, свекла. Смотрите, какая свекла. Она очень такая огромная, свеклища, я не знаю, на 3 борща. И стоит чуть меньше 2 долларов за вот такую огромную свеклищу. Ну, корейцы свеклу не едят, поэтому я вообще не в курсе, кто ее здесь покупает. Зато корейцы едят алоэ. Видите, какое алоэ тут продается? Вот. Чеснок давленый. Так, все, ладно, пойдемте в другое дело. Здесь продается лапша. Корейская, японская, китайская. Уже такая, которую нужно только отварить. Там к ней идут соусы, приправы всякие. Также вот такие ток-поки упаковки продаются, которые тоже только остается дома сварить. Всегда, когда вы покупаете вот такую вот упаковку, имейте в виду, что там будет соус, там будет вот этот ток, но там не будет овощей. Вот все овощи, которые вы сюда захотите положить, нужно покупать отдельно. Зелень, там овощи. Здесь идет только соус и только непосредственно сам вот этот ток, клетки рисовые. Вот эти рисовые клетки, они абсолютно разной формы бывают. Для разных блюд они разной формы. Это вот тоже рисовые все клетки. А это вот клетки из муки, типа галушки. Это самые натуральные русские галушки. Они очень вкусные, их тоже добавляют во всякие блюда. Также здесь идет лапша ручной работы всякая разная. Вот. Поехали. Поехали. Так, здесь идут крабовые палочки. Не берем никогда тоже. И здесь идет вот этот омок. Тоже, наверное, с Японии пришло это блюдо. Это такое рыбье тесто. И его абсолютно много где используют. Очень часто где и поджаривают, и в супы добавляют, и что только с ними делают. Дети его просто обожают. Сделано оно в основном из рыбы. Рыбья мука там, и идет какая-то соя, еще что-то. Вот. Ну, тут уже более такой европейский вариант. Всякие колбаски, сосиски. Корейцы это, в принципе, едят по минимуму. Потому и живут долго, да? Ну, вот, например, я не знаю, сосиски стоят где-то доллар, доллары. Полтора доллара где-то, короче, стоят сосиски. Такие вот всякие колбаски. В основном в Корее продают только такую колбасу, которую нужно вот так поджаривать. В ней, давайте посмотрим, какой процент мяса в такой колбасе. Здесь свинины 86%. Самое крупное, самое многое, что я видела наличие свинины в такой колбасе, это 97%. Поэтому, в принципе, это довольно натуральная такая колбаса. Некоторые говорят, что она какая-то искусственная, ни хрена подобного. Там почти 100% свинина. С какими-то специями там добавлено все вот это. То, что по вкусу они отличаются от российских, то тут вот в сосисках 88,6% свинины. Я считаю, это достаточно. Остальное там розмарин, чеснок. Ну, сами понимаете, да, что это довольно большой процент содержания свинины. Также есть всякие вот такие вот штуки, но я вообще не знаю, как такое есть. Вот, и кимчи, конечно же, в Корее очень дорого стоит кимчи. Кимчи в Корее очень дорогая. Вот такая вот, например, упаковка. Сколько здесь? Полтора килограмма. Полтора килограмма кимчи стоит 10 долларов. 10 долларов, прикиньте. Очень дорого. Опять же, идут всякие соусы для всевозможных супчиков, чтобы дома без проблем это приготовить. Да, и вот кимчи, кимчи, кимчи. Кстати, у нас нет кимчи дома, кимчи с Али. Так, ладно, Софья выбрала кимчи какой-то. А? А? Что это по гощи па? По гощи па? По. Так, вот это вот все. Если вы увидите такой отдел в Корее, знайте, это отдел для кимпапа. Кимпап это такие корейские роллы типа роллы, которые заворачиваются в сухие водоросли в ким. И это начинка для кимпапа. Это анчоусы, это крабы, королевские, видно, из России. Как правило, их привозят, да, да, написано, что они из России. И одна штука стоит всего 50 долларов. Это очень-очень дешево. Друзья, мы перепутали. Это, короче, вот тот краб в Теге. Вот он стоит 59 тысяч вон за одну штуку, а этот стоит, наверное, дороже. Сунды, за 100 грамм, а, ну то же самое. А, правильно. Этот-то за одну штуку, за одного краба стоит столько, 59. А этот за килограмм. А он один вытягивает обычно на 3 килограмма. Вот такой огромный. Он вытягивает на 3 килограмма. Поэтому, да, где-то, как обычно, он и стоит. 150 долларов примерно. 100-150 долларов стоит один вот такой королевский краб. Также вот такая вот здесь есть живая рыба и камбала, и еще какая-то, не знаю, название. И, да, здесь они продаются по одной штуке. И в зависимости от рыбы, это 30 долларов, 70 и, там, 35 долларов. В общем, как-то так. Вот такие рыбки. Это называется по-корейски свежая рыба. Тут вот уже сразу ее разделывают и продают уже разделанной. сашими, сашими. Это хоно, друзья. Хоно это тухлое, которое специально вытухляет рыбу. Ее куда-то там закапывают. Она где-то очень долго тухнет. И у нее вот такой очень резкий запах аммиака получается. Да, ну, здесь все пошло. Морепродукты всякие разные. Это вот крабики такие маленькие, они недорогие. А лобстеры. Ой, как вкусно пахнет. На них очень че-че-че-че. Ангелина очень любит смотреть в аквариум. Это что? Это лобстер. Это что? Это лобстер. А-а-а. Мам, смотри, я че-че-че-че-че. А, накчи. Накчи. Да, также есть осьминожки. С живыми тут же продают. Вкуснотень. Три штуки... Три штуки девять долларов. То есть один осьминог стоит три доллара. Это очень недорого. Ну, надо, надо. Но они некрупные, конечно. Тут всякие креветки. Тут вот уже такие пойманные, охлажденные рыбки. Так, друзья, мясо. Я подозреваю, что у меня в видео получится это очень длинное мясо. Так, это свинина. А, это сангепсаль. Ну, сангепсаль он дорогой. Сангепсаль, это мясо на жарку с прослойками жира с тремя. Стоит десять долларов за один. Так же вот идут уже такие маринованные, маринованное мясо. Всякие разновидности. Здесь и курица. Здесь, да. Такальби, это курица. Во всяких разных соусах уже приготовленная бульгоги. Это в сладком таком соусе. То есть, если вы просто хотите на ужин купить, как я это обычно делаю. Я никогда не покупаю вот такое сырое мясо. Я беру уже вот такое приготовленное и просто его остается дома пожарить и все. Но если вы любите готовить, вы можете даже вот здесь купить вот такие вот, прям как на базаре настоящем. Вот говядина. Это корейская говядина, самая дорогая. Она вот выглядит как-то так. Видите, как мрамор. В общем, сколько стоит говядина, это очень сложно сказать. Потому что такой же кусок по размерам, в зависимости от того, какая эта часть, может стоить кардинально в 10 раз меньше или в 10 раз больше. А я не разбираюсь, где какая часть. Ну, вот такая вот часть, например, стоит 14 400, а это где-то 12 долларов. А здесь уже привозная, не корейская говядина, да? Это австралийская говядина. Как и дольбу, что она? И вот такая огромная упаковка стоит где-то 15 долларов. Да, вот такие огромные шматы на стейк австралийский. Видите, два огромных просто стейка. Стоит 10 долларов. Два огромных стейка из Австралии. Там, где коровы пасутся на лугу. Я считаю, что это нормально вообще для говядины. И если уж очень хочется мяса, то никакой проблемы не составляет его купить. Для обычного корейца, конечно же, для любого корейца. Так, здесь у нас курица. Курица вообще в Корее очень недорогая. Так, три вот такие курицы. Три вот такие курицы. Стоит 9 900, стоит примерно где-то 8 долларов. Три курицы. То есть, одна курица стоит 2 доллара, да, примерно где-то? Два. Около трех. Два с небольшим долларом стоит одна курица. Короче, по корейским меркам это вообще копейки. Костакан кофе из Кореи стоит 4-5 долларов. А одна курица 2-3 доллара. Из курицы можно сварить много блюд. Вот то, что дома у нас всегда есть, то, что всегда должно быть, это вот такие вот замороженные манты. Или как российский аналог пельменей, да? Должно всегда дома быть, на скорую руку, чтобы это приготовить. Три килограмма мясных... Мясных таких мантов стоит 10 долларов с небольшим. Три килограмма, друзья. Вот такой огромный мешок 10 баксов. Или на русский что это там сейчас? Шестьсот рублей. Три килограмма. Могулька? Да. Кунманг. Да. Конечно, их едим нечасто, но всегда они дома быть должны. О, там такие печенюги. Чипсы такие. Так, здесь идут, короче, друзья, всякие всевозможные соусы, всевозможные такие вот полуфабрикаты, типа котлеты там, домкассу. Домкассы японские вот эти котлеты в кляре. Никогда их не берем, у нас их никто не ест. Из полуфабрикатов все, что мы берем, это вот эти вот манты. Домкассы японские котлеты в кляре. Так же здесь продается для риса всякие штучки, дрючки. В общем, полуфабрикаты здесь такие мороженые. Здесь всевозможные вариации покомпапа. Это корейский такой плов, это жареный рис с чем, со всем чем угодно. Здесь очень много всяких, даже есть чертополохом. И просто если у нас плов это плов, то в Корее это миллион каких-то разновидностей этого приготовления риса жареного с чем-то. Это очень удобно. Вот просто берешь такой пакет и раз там пожарил это все на сковородку. Он здесь просто такой шоковой заморозки. Шоковая заморозка идет. Просто кидаете, немножко маслица наливаете на сковородку, кидаете пакетик этот, поджариваете. И все. Вкусная еда вам обеспечена. Очень много таких вот всяких разных полуфабрикатов. Опять же всякий бекон. Бекона очень много в Корее. И вот такая вот упаковка огромная бекона. Сколько его тут? Я не знаю. Просто огромное количество. Один килограмм бекона стоит где-то 11-12 долларов. О, какая колбасенька. Это откуда-то с это иностранная. Софья говорит, прям как русская. Стоит 25 долларов где-то. А чья она. Ну, вот видите, в общем, да, все написано на иностранном. Какая-то европейская. Или европейская, или австралийская. Колбасень какая-то. Офигеть. Хорошая шоковая сетка и молоко. Нетипичная корейская кухня. Да, здесь и, возможно, лапша. Вот эта гречневая лапша черная. Которая естся ледяной. Видите, это вот сам цвет лапши. Потому что она из гречки полностью сделана. И из чего здесь только нет лапши. И смотрите, о боже, это самое вкусное, что может быть. Стоит всего 20 баксов. Друзья, заплатите 20 долларов. И вас ждет счастье в виде целого огромного пакета личинок шилкопряда. Ой, ё-моё, ё-моё. Ое, ое, ое. Могулька? Нет. Нет? А что это? Пакета, смотри. Пакета, смотри. Сhö, покиу. Редакторsche не побывали. Пакета, смотри. Пакета, смотри. Пакет. Можешь. Пchmal veio 16 з finalmente. Паметухи. Паметухи. Продолжение следует...